Для незрячего человека собака-поводырь не только провожатый и помощник. Это еще и верный друг, который всегда рядом, предмет заботы и ухода, партнер в играх. Для слепого человека присутствие такого питомца – это возможность начать новую и интересную жизнь. Зоя Полякова – непростой кинолог. Зрение девушка потеряла много лет назад. Она вот уже 12 лет единственный в России незрячий тренер собак-поводырей. Войс в нашей семье живет с месяца. Так получилось, что попал он к нам совершенно случайно. Его историю появления я рассказывать здесь не буду. Но так получилось, что попал он к нам как-то так очень быстро, прям влетел в нашу жизнь и прочно там обосновался. Резеншнауцеру Войсу меньше полутора лет. Однако, несмотря на юный возраст, Войс – хороший помощник. Свою хозяйку он переводит через дороги, заводит в общественный транспорт, помогает обходить столбы и люки, приносит практически любые предметы. Однако официального статуса собаки-поводыря Войс получить не может. Специальный сертификат, подтверждающий этот статус – собаки не выдают. Мы не имеем права ни на что. Ни на бесплатный проезд в автобусе. То есть вот у меня от того места, где мы сейчас с вами находимся, до моего дома, проезд на маршрутном такси стоит 75 рублей. Автобус муниципальный ввозит две машины. То есть вот, ну, как вот я его дождусь там, полдня. То есть вот считайте, я должна заплатить 75 рублей за себя и 75 рублей за собаку. Моя собака не имеет права входа в учреждение. Моя собака не имеет права на компенсацию, которую государство выплачивает ежегодно. Войс – участник различных собачьих соревнований и выставок. На его счету больше 10 различных наград. Зоя Полякова – первый в России инвалид по зрению, кто вышел на ринг со своей собакой. Но именно это обстоятельство стало камнем преткновения на пути получения сертификата, подтверждающего статус собаки-поводыря. Четыре года я шла к тому, чтобы выйти в ринг самой. На самом деле это для незрячего очень сложно. Но вы представьте, то есть закройте глаза. У меня есть небольшое распознавание цветов очень маленьким кусочком глаза. То есть я могу, например, красное от зеленого более-менее отличить. Но, допустим, вот силуэты я не вижу, да, вот какое-то движение могу ловить. Но что это? То есть может, возможно, это машина, там, силуэт или что-то. То есть вот маленький-маленький кусочек. И мне в него не попадает в ринге ничего. А тестовать собаку незрячего кинолога отказываются, пока та не стерилизует своего питомца. Это обязательное условие обеих организаций, которые выдают служебное удостоверение. Все собаки мужского пола должны быть стерилизованы. Но тогда войск не сможет участвовать в выставках. Я не хочу кастрировать собаку, потому что она потеряет экстерьерные данные. Она потеряет темперамент, который у нее сейчас есть, хороший темперамент. У нее будет не такая быстрая реакция. Она будет у нее, но не такая быстрая, как у резиншнаусера. Скажем, и где-то к годам, к четырем, это если все хорошо будет у нее со здоровьем после кастрации, она просто превратится в спокойную, удобную собаку, которую, знаете, вот где поставил, там и взял. Кастрировать войса Зоя не хочет еще и потому, что в этом случае их больше не допустят ни до одной выставки и соревнования. Это поставит крест не только на карьере собаки, но и на мечте Зои Поляковой о полноценной жизни. Женщина благодаря своей деятельности известна далеко за пределами Дальнего Востока. Она консультирует незрячих собаководов со всей страны. Интересный человек в кругу и владельцев собак-проводников, российских и не только российских, и в кругу специалистов. То есть, по мне знают. И я рассчитывала, что мне все-таки пойдут на исключение, потому что я единственная в России сейчас, занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Однако и без аттестации войсу нельзя, ведь он не может официально сопровождать свою хозяйку в поликлинике, магазине, не сядет вместе с ней в самолет. Их могут выгнать даже из автобуса. Поэтому сегодня Зоя Полякова надеется на поддержку кинологов Приморского края и готовится к очередному выходу на ринг вместе со своим питомцем. Светлана Садова, Евгений Апарин. Новости на восьмом.